Привет, с вами вас. Я думаю, что причины, которые вы описываете, они безусловно важны, но, к сожалению, у каждой из этих причин есть, так сказать, психологические причины. Нужно говорить, что данные причины могут рассматриваться как что-то самостоятельное. Я поясню сейчас, что я имею ввиду, но, прежде, я хочу сказать следующее. Хорошо. Уходить с работы по общему правилу нужно тогда, когда, первое, человек готов к тому, что его доходы будут снижаться. И, второе, когда работа не позволяет, в общем-то, развиваться, реализовывать свои способности, приумножать ценности, которые у человека есть, ну и так далее. То есть, ощущение, что работа, ну, тормозит некоторое такое развитие. В этом случае нужно уходить. В этих случаях нужно уходить. Готовность к снижению доходов и ощущение в себе большего потенциала, чем проявляется на данном конкретном рабочем месте. Есть еще нюанс, правда, что уход с работы не решает проблему реализации, потому что, собственно, реализация стопорится именно не из-за работы, а из-за того, как человек сам к себе относится. То есть, если человек сам себя как-то стопорит, тормозит, то никакая работа ему не поможет. Если у человека есть некоторые свои проблемы и трудности, то никакая работа, опять-таки, не поможет. Вот, ну, как, в принципе, и деньги тоже. У меня еще сложилось очень стойкое впечатление, что вы, перечисляя причины, по которым вам нужно, ну, по которым можно было бы уйти с работы, как будто бы добиваетесь нашего разрешения это сделать. А вот, каковы причины того, что вы себе не разрешаете это сделать? Вот что важнее. Теперь, непосредственно то, что касается причин, написанных вами. Первая причина, первая причина вы называете отсутствие уважения к руководству. Ну, здесь хочется спросить, почему этого уважения к руководству нет? То есть, руководители могут делать, в принципе, со что угодно. Они могут быть каким угодно самодурами, но элементарное уважение к людям и уважение к людям, находящимся выше подожности, в любом случае должно быть. Это уважение, безусловно, если это уважение, как у вас, условно, оно будет стремиться к тому, чтобы исчезнуть. Потому что условное уважение, так же, как условная любовь, это формат, это фикса. Поэтому, то, что вы склонны обесценивать некоторых людей вообще, и тех, кто являются вашими начальниками в частности, может свидетельствовать о наличии соответствующей психологической проблематики, которую нужно решать. Следующий момент, неприятность к контингенту клиентуру. Ну, кроме того, что вы здесь интеллектуализируете излишне, то есть, как-то вот нужно было бы проще это написать, немножко своими словами, вот. А я бы сказал, что здесь определенная личная безответственность присутствует, потому что вряд ли контингент клиентуры стал для вас новостью. Вряд ли клиенты не нравились вам, начали не нравиться вам только сейчас. Скорее всего, они изначально вам не нравились. Или в какой-то момент начали вызывать некоторые чувства негативные. Если клиенты начали вызывать негативные чувства, что-то изменилось в первую очередь в вас, а не в клиентах. И негатив, каким бы он ни был, это сигнал о незащищенности. Это сигнал о неудовлетворенности. Это сигнал о неком фрустрировании. Возможно. То есть, уходить от клиентов, убегать от клиентов. Это значит уходить и убегать от своей проблемы. Точно так же, как в первом пункте пытаться исследовать, пытаться найти, точнее, тех начальников, тех представителей, руководящих структур, которые бы вызывали у вас уважение. Ну, с подобным подходом, как я надеюсь, вы понимаете, искать можно долго. Потому что кто-то должен доказать, что он достоин уважения. Вашего уважения. А на самом деле, уважение достоин каждой. Дальше. Вы пишите. Скука. Какой из этих факторов, как разный сигнал светофора? Ну, скука, опять же, с точки зрения психологии, это некая оторванность от чувств. Это подавленность чувств. Это обесценивание, если можно так выразиться, это тотальное обесценивание всего эмоционального мира человека, всей эмоциональной сферы человека. Человеку скучно тогда, когда он нуждается во внешних стимуляторах в своей психологической жизни. Ну, уважение очевидно, что скука также вследствие некоторого обесценивания, отторжения своего эмоционального мира. Поэтому, с моей точки зрения, ни одно из перечисленных, ни один из перечисленных пунктов не является красным светофором. Вы не говорите, в контексте работы о самом главном. А то, что перечисляете, выглядит как просто предлог. Предлог для того, чтобы разрешить себе то, что вы запрещаете. Ну, ээээ, самое важное здесь отсутствие связи с работой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!